Всем привет дорогие друзья Вы смотрите реплеи из турнира New Age К сожалению, или к счастью, наверное, даже Участвующих просто огромное количество И я физически не успею по одному реплею все записывать Поэтому я решил записывать небольшими пачками И сегодня мы посмотрим три реплея Блейз против F равно MG Медзгер против Фейскрека И Неймлз против Фейскрека Начнем с первого Да, сразу сори, я немножко приболел Поэтому буду насасывать леденец от кашля Надеюсь, это вам не помешает насладиться реплейчиком Итак, Блейз играет Да господи, задолбали Все берут Синие Горы почему-то Играет за Синие Горы А его противник F равно MG играет за Изингард Сразу мы промотаем ФМГ выходит в скаутов Ну, в принципе, это единственное правильное решение на этой карте Потому что здесь есть аванпост под охраной тролля И тролля, собственно, скауты в начале Уизина только и могут убить Так что, все правильно Блейз стартует с казармы И четырех шахт Вот, кстати, немножко мне непонятен этот выбор Если вы играете через Синие Горы У Синих Гор есть скаут-герой Бильбо, который в состоянии забрать тролля Для этого вам надо будет лишь немножко Помикрить Микроконтролить, имею ввиду И все Поэтому нет никаких причин стартовать с казармы Потому что вы просто теряете время ФМГ сейчас уже забрал тролля И сразу же захватывает И начнет получать по 50 копеек А Блейз Который вот здесь только-только нанимает лучников То есть он еще кучу времени потеряет Пока сможет захватить В это время Изенгард уже закрепил Он выходит в варгов И у него уже есть 6 плавилин Больше на карте ничего не происходит Он не строил скаутов Но в принципе здесь особо-то нет смысла что-то крипить Гоблины дают мало денег Варги, которые здесь дают мало денег Он сейчас будет пытаться, видимо, сигналку забирать Ну в принципе, в принципе это может Иметь смысл Почему-то эти парни убитые Причем в кламм По всей видимости Они как-то умудрились подойти впритык к троллю И он их раздолбал Это конечно же печально 4 гнома слишком медленно будут его сносить, на мой взгляд А, вот, вот как они подошли Недоконтролил немножечко Блейз И потерял своих ребят И вот такая же ситуация Еще минус 2 человека Всего лишь надо было построить отряд копейщиков Что он сейчас и делает Выманить тролля И таким образом его зачистить Ну, я буду сильно удивлен Если Блейз победит в этом матче Потому что старт у него не то что плохой Он просто ужасен Все это время Айзенгард получает дополнительные бабосы А Блейз до сих пор не смог захватить Этот аванпост Снова подбегают слишком близко Мечниками нельзя бить тролляк Да еще и под агрессивной стойкой Но, к счастью, лучники под бафом на урон Успевают его зачистить Но многовато потерь понесли гномы В таком состоянии им никак нельзя сражаться Иначе они просто все будут убиты Изенгардцами ФМГ уже второй отряд подводит Под крип Кстати, захват таверны Ему особой пользы не принесет Потому что орки Не смогут помочь с повозкой Синекорны Ну и вообще с повозкой гномов Точнее Потому что это не кавалерия И повозка не увязнет так Как увязнет кавалерия Конечно, если будет большая толпа И Блэйз не доконтролит То повозку все-таки можно слить без копейщиков Но тем не менее В этом особо таверки не помогут Но зато можно будет выйти В Гришна К Который поможет против гномов Блэйз построил Ори Ну, такое себе решение На мой взгляд Неплохой проезд от ФМГ Получается Блэйз сейчас копит бабосы Над Валена Сам по себе Ори особо ничего не сделает У него все скиллы Которые Бафают других героев То есть руны Это по сути хоббит Без скиллов За сколько там 600 или 800 копеек Я точно не помню Это плохой выбор На мой взгляд Для начального героя Деньги были потрачены Так что От Валена не будет Варги разъезжают По территории гнома Видят, что особо-то ничего не построено Надо захватывать эту сигналку Но как-то Да, темп У ФМГ сильно поубавился Он построил отряд уруков Ну прям Прям Вообще У него такой клевый старт был Но он как-то Не пользуется этим Совершенно И в итоге У Блэйза Армия Чуть ли не в три раза Сильнее выглядит То есть что тут по сути Два отряда скаутов Один отряд уруков И три отряда варгов Все Уже Уже два отряда варгов По сути Нет, как бы варги могут неплохо заехать По лучникам Когда будет сражение Но в любом случае Эта армия сильнее выглядит Намного Еще один отряд уруков Построился А также Лурц Давайте посмотрим Сюда Практически Три очка Удалось нафармить ФМГ Но я Я сильно удивлен Что он так Как-то слабо развивается Его дела Шли По крайней мере Весьма хорошо До этого Блэйз Почему-то решил Разрушить этот Аванпост Вместо того Чтобы его Перехватить Это неправильное решение Я мог бы сказать Что это странное решение Но это просто неправильно Это ничего ему Не даст Вообще Он по сути Снес свое же здание Зря Войска двигаются Айзенгард Пытается продавить С этой стороны Ну кстати Ему можно захватить Вторую сигнал Кланжету забрал Да Он неплохо Так себя чувствовать Будет С ней В половину Быстрее будут Скиллы откатываться Как минимум Вторая казарма Была возведена И теперь у него Есть еще и копейщики А Блейз Строит Мастерскую Кстати По пределу Примерно одинаково У обоих игроков Блейз Строит вышку Это расточительство Никому не советую Так делать В этом нет Никакого смысла Абсолютно Минус 500 копеек Всего лишь Выкинуть Зря Между прочим Если он Снесет Эту вышку Ему хватит Денег Над валеном Которого Можно Обмазать Рунами И он Очень многое Сможет Сделать Как минимум Разбираются Эти отряды У ФМГ Особо Нет защиты Ну кстати Здесь Достаточно Войск Чтобы Слить Эти казармы И эту Цитадель Продавливаются Лучники С помощью Наездников Хм Вообще Странно Как-то Я не могу Понять Кто Выигрывает Тут Лурд Со своими Скаутами Подоспел Нет Все таки ФМГ Выигрывает Он Окружает С разных Сторон Гномов И потихоньку Их Отстреливает Да В итоге Блейз Забрал Два Отряда Всадников И одно Здание Это Очень печально Опять же Если бы Он взял В кучку Все эти Войска Вот сюда Вот зашел Он забрал бы Две эти казармы Это очень важно Это похоже Кстати на Задницу Из которой Не будем продолжать Так вот Он забрал бы Эти две казармы И забрал бы Цитадель Это был бы Огромный удар По Измегарду И Я Я Более чем Уверен Что Он Смог бы Это Сделать Ему бы Хватило Войска Но В итоге Он забрал Всего лишь Одно Здание Он потерял Армию Которая Стоит Где-то На вскидку Тысячи две Хотя Изм В принципе Примерно Столько же Потерял Тоже Но А нет Вру Там еще Был герой Подороже Была армия FMG В плюсе Ну и К тому же Нужно Учитывать То что FMG До сих пор Сидит С этим Иван Постом А Блейз Свой Разрушил Дикари От FMG А Вот здесь Он построил Две Хибары Успевает Блейз Высадить Свои войска Но Здание Разрушено И Дикари Отступают Кстати Весьма Правильное Решение Не стоит Их Отдавать К тому же Они Второго Уровня Ну Вот Вот Только Я похвалил И сразу же Не стоит Отдавать Этих Дикарей Нужно Отбежать Сюда И затем Повернуть Сюда Как будто Они Бежали С этой Стороны И все Но в итоге FMG Все-таки Убрал их Правда Один Отряд А нет Два Отряда Живых Осталось Нападение В центре Теперь Этих Парней Нужно Обратно Посылать Помним Что у Блейза Есть Два Лена Ах да Кстати Я Должен Заметить Что Неправильное Решение Выбрать Этот Скил Лучше Бафф На Экономику Сейчас Блейзу Не хватает Денег Банально Денег Этот Бафф Мог бы Что-то Решить Довольно-таки Много Лучников Здесь Но Все-таки Да Все-таки Скауты Тут Побеждают Они Зафокусили Один Отряд И Гномов Маловато Остается Уже Пятый Уровень Гурца Так что Скауты Наносят Огромный Урон Но Почему-то У ФМГ Не Построен Лимит Скаутов Он Может Себе Позволить Еще Два Отряда Сделать Но Он Этого Не Делает Это Ошибка В итоге Блейз Отбивается Но Мне Почему-то Кажется Что У ФМГ Здесь Преимущество Было Но Результат Этого Сражения Это Преимущество ФМГ Он Больше Накачался Ну И Сейчас Огромнейший Урон Просто Влетается Нужно Фокусить Повозку Они Не Убегут От Нее Нужно Фокусить Всеми Силами Они Прокачены Как Видите Ну Этот Отряд Не До Конца Но Все же Пятый Пятый Четвертый Уровень Это Большой Урон Плюс Лурц И Плюс Его Лидерка Нов Новые Забеги Дикарей Многовато Очков Кстати Но ФМГ Ими Не Пользуется Хотя В принципе Я его Понимаю У него Сейчас Выбор Взять Рубку Леса Которая Называется Пустошение Чтобы Получить Около 2000 Бобосов За Проюз Скилла Которые Не особо Ему Нужны Потому что Экономика Как видите Ему Позволяет Строить Войска Ну Разве Что Он Хочет Выйти В Сарумана Который Здесь Не особо Важен Либо Взять Призыв Дикарей Который Опять Таки Не важен Потому что Он Строит Дикарей Слева Ну Или Если Посмотреть С его Стороны То Справа Но Если Какие Гномы Высадятся Например В тылу Или Или же Какая-то Ситуация Будет Выглядеть Так Что ФМГ Будет Проигрывать Стычку Он Сможет Взять Призыв Дикарей И Помочь Себе Таким Образом Так что Наверное В принципе Правильное Решение Не выбирать Скиллы Но все же 4000 В кармане Что это был за звук Ховозка Неплохо Заехала Но Ну Куда Да Она Не сможет Ничего Сделать Вовремя Успел Законтролить Своими Копейщиками ФМГ Подбегают Подкрепление Гномов Но Они В невыгодном Положении Лучники Как бы Принимают На себя Весь урон Пехоты И здесь Пара Копейщиков Сидит Подъезжает Баллиста Ну так то Я думаю Что Можно просто Проматывать Потому что Ничего Интересного Здесь Больше Не будет Я Убежден Что ФМГ Уже Выиграл Хотя Он Отступает Но Зачем Отличный Таран Такой Беспалевный Я не понимаю Почему Он Отступает Повозка Допустим Не продавит Этих Парней К тому же Здесь Есть Еще Копейщики Не продавит Потому что У них Огромнейший Урон Они Успеют Ее Слить Если Но Главное Чтобы ФМГ Нажал На Полоску Чтобы Они Стреляли Плюс Есть Баллисты Которые Издалека Позволят Расстреливать Здания Допустим Как Сейчас Отряд Гномов Пытается Посмотреть Откуда же Идут Все Эти Дикари Ну Кстати Внушительный Отряд Но Из-за Того Что Они Особо Не Прокачены А Здесь Парни Пятого Уровня До Сих Пор Всего Два Отряда Заметьте Их Можно Построить Четыре Не Понимаю Почему Так Ну Окей Я Так Понимаю Что Камнепад Был Проюзан На Эти Здания Камнепад Против Армии А не Против Здания Используется Если Что Но Видимо Блейз Уже Сам Это Выяснил Минусуется Повозка Давайте Мотать Бафф На Урон И Бафф На Броню Проюзывается Но Здесь Всего Лишь Один Отряд Остается Не Думаю Что Они Смогут Что То Сделать Еще Два Высадились Хотя Блейзу Удалось Эту Точку Зачистить И Он Захватил Себе Таверну Теперь У него Есть Лучники Дейла Которые Посильнее Чем Лучники Синих Гор Но Беда В том Что Здесь Уже Три Баллисты Которые Забирают Казарму И Вполне Могут Забрать Крепость Блейз Я так Понимаю Будет Пытаться Провести Такой Сники Таран По Флангу Но Хотя Они Не пытаются Но Если Будет Пытаться То Его Запалят Дикари Да И Здесь Вот Есть Еще Парни В общем Матаем Вызываются Дикари От ФМГ Тыл 30 очков У него Есть Призываются Варги Куда То Я не Понимаю Куда А Вот Они И Блейз Принимает Поражение Черт подери Давай быстрее Окей Второй Реплей Мецгер Против Фейскрека Зараза Что-то Оно Не Помогает Не Покупайте Таблетки Травосил 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 Дальше Дальше Три Три отряда Орков Даже Ой Пардон Пять отрядов Орков Двигаются Вниз И еще Два отряда Орков Двигаются Направо Видимо Фейскрек Надеется Что его Противник Пошел Вверх Крепить Дикарей И будет Пытаться У него Вскрысить Но Мецгер В свою очередь Будет пытаться Вскрысить Вот этих Вот парней И Мне кажется Что ему Удастся Потому что Здесь В основном Милюшники Они медленно Убивают Таких Дикарей Как видите То есть Тут Где-то Половина Войск Просто стоит Ничего не делает Это там Всего лишь Пять человек Дерется Умирают Потом Новые Пять человек Подходят И так далее Так что У Мецгера Довольно-таки Большие шансы Забрать деньги Что возможно Сейчас и Произойдет Копейщики Стоят там Где Появится Сундук Но проблема В том Что копейщики Уязвимы Против Орков И Мецгеру Нужно Мечников Вводить Вперед Что он Сейчас и Делает Но Фейскрэк Тоже не дурак Он перестал Бить Дикаря Теперь он Получает Только от Некоторых Солдат Урон Но все-таки Его убивают И Фейскрэк Получает Деньги Копейщики Не успели Дожить До этого Момента Всего лишь Четыре Нет Пять Человек Осталось Жить И побитые Орки Довольные Уходят Домой С деньгами В это В это Время Фейскрэк Забирает Второй Крип Ему не Повезло Один из Призывателей Умирает И целый Отряд Орков Разбегается В сторону Ада Чутка Не хватает Ему Урона Кстати Надо бы Поставить Агрессивную Стойку И к тому же Заюзать Баф На урон Вот это Кстати Тот момент Когда Есть нужда В этом Бафе Приезжают Всадники Замечательное Решение От Вес Крэка Забираются В лучники И теперь Более Менее Орки Себя Уверенно Чувствуют Но проблема В том Что здесь Есть Берегонт И Мецгер Фокусит Призывателей Своим Героям Забирает Уже Второго Тем не менее Всадники Еще остаются Правда Они Куда-то Уезжают И мне Не совсем Понятно Это решение Потому что Можно было бы Додавить Этих парней Всего лишь Два Жалких Копеечка У которых Ноль ХП Ну Окей Немножко Фейскреку Не повезло Он не заметил Рабочего Здесь Но он Заметил Отряд Мечников Которых Можно Убить Еще Одна Пачка Орков Видимо После зачистки Этих Дикарей Направилась На базу К Мецгеру И у него Большие Проблемы Так-то Он построил Вторую Казарму Здесь Халдер Подбежал Халдер Разумеется Сильнее Чем Берегонд Он Легкую Может Его Убить Замечают Рабочего Забирают Ангмарцы И Берегонд Рискует Погибнуть Но Здесь Подходит Подмога И Всадники Уже Не рискнут За Берегонд Выбинуться Потому что Погибнут Тем не менее Очень Удачная Вылазка Фейскрека Продолжает Долбить Экономику Врага Здесь Появился Боромир Понятно Теперь Почему У Мецгера Так мало Армии Он Копил На Боромир Но Благодаря Тому Что Фейскрек Закрипил Два Самых Сочных Крипа У него Куча Денег У него Достаточно Орков Он По сути Тоже Сайвил Деньги Он Строил В основном Орков То есть Экономил У него Целая В Вичкинга Сыграть Он Докачался До второго Тира Но Берегон Забирает Магов Но Рискует Сейчас Погибнуть Немножко Недоконтроливает Фейскрек Не замечает Что Берегон Упал Если Цель Вашего Героя Или Ваших Войск Падает На землю То Агр Автоматически Забивается Это Всегда Нужно Замечать И Прожимать Атаку Снова И В итоге Берегон Который Должен Был Погибнуть Уходит Забираются Всадники У Боромера Есть Второй Уровень Теперь Берегон Кстати Он Не до Этого Мог Стрелять Я Что Затупил Теперь Он Может Стрелять По Халдару А Борис Его Откидывать И Таким Образом Убить Халдара Но Пока Что Никто Не Контролит Никогда Не Недооценивайте Берегон Да Если Он Стреляет Из Лука Он Режет Броню Врагов В частности Героев То Есть Он Поглощает 33% Вражеской Брон Для Героев Это Очень Много Таким Образом Вражеский Герой Получает Больше Урона Ну Что Ж Мецгеру Удается Отбиться Но Экономика Его В Плачевном Состоянии Мягко Выражаясь По Сути У него Только 6 Ферм 7 Ферм И Он Строит Восьмую В это Время У Фейскрека Практически Вся Территория Застроена Его Он Уже Даже Залез На Фланги У него Большая Армия Из Орков И У него Есть Король Чародей Который Компенсирует Тот Факт Что У него Вся Армия Состоит Из Мечников Бормир Проюзывает Рог Но Король Чародей Сейчас Поимеет Всех Гондорцев Немногочисленных Берегон Берегон Не спасется Потому что У него Нет Кобылки Второй Уровень Мечкинга Так Я так понимаю Что Мастер Охоты Был Проюзан В Бормира Он Уже Закончился Но Бормир Все таки При смерти Его Можно Добить Чем Сейчас Король Чародей Должен Заниматься Но Но Что то Пошло Не так Как Говорится И Бормир Уходит Тем не менее У Мецгера Не хватает Очков Видимо Он Выиграл Время С помощью Призыва Из Южных Провинций Кстати Неплохо Так Вливается Урон В Халдара Нужно Только Агрессивку Поставить Но Уже Поздно Пичкинг Пытался Забрать Бормира Но Здесь Куча Копейщиков Он Кстати Сильно Рискует Хотя Бормир Тоже Рискует Но Все Таки Он Успел Его Отбросить Вот Сейчас Надо Было Прожимать Рог И Держаться В Рядах Копейщиков Но С другой Сторон Мы Видим Что Фейскрек Осознал Свою Ошибку Сделал Его Пешим И Теперь У Мецгера Больше Нет Никаких Шансов Прибегает Еще Драуглин Но Получает По морде Пару Раз И Уходит Пол Очка Отделяет Мецгера От того Чтобы Выбрать Хил И Спасти Своего Героя У него Довольно Таки Много Денег Но Он Чему То Хотя Нет Он Строит Войска Но Наверное Ему Стоит Построить Еще Одну Или Две Казармы И Ему Стоит Пользоваться Тем Что У Врага Преимущественно Армия Жрафтиллиана Кстати Фармир Не помешает Тоже Костоломы Вливает Большой урон Всем Кого Видят Самое Время Юзать Рог Но Мецгер Не успевает Это сделать Потому Что Костолом Отбрасывает Бормира Мастер Охоты Производится В Бормира Нужно Прожимать Защитную Стойку Мецгеру Везет То Что Его Герой Находится Посреди Своих Воинов Которые Начинают Дубасить Топорщиков Из Мастера Охоты Таким Образом Меньше Урона Получает Бормир Но Все же Всегда Надо Прожимать Защитную Стойку Так Как Большинство Воинов Из Мастера Охоты Все Таки Дубасит Вражеского Героя В спину Отлично Отлично Еще Один Удар Ну Ну Недоконтролил Ну Ну Как Так Из Большинство Воинов Из Мастера Охоты Дубасит Вашего Героя В спину Он Получает Дополнительный Урон Разменял Мецгер Своего Героя На Халдара Не Самый Лучший Размен Так Как-то Надо Было Дать Ему Уйти Все Так Так Как Теперь Он Потерял Самого Сильного Своего Героя И Вряд ли Он Что-то Сможет Сделать Уже В этом Матче Шестой Уровень Вичкинга Он Целую Уйму Урона Может Вытончить Плюс Маги Плюс Ну да Это Конец Ух ты Тут уже Выход В башню Короля Чародея Всадники Карндуйма Приехали А на кого Был Проюзан Кстати Скилл А Еще Не на кого Обстрел Залетает Ну да Это Конец Уже Для Мецгера Он Конечно Может На фланге Попытаться Построить Что-то Но Учитывая Какая Экономика Уже У фейскряка Смотрите Практически Тысяча Есть Предела Населения И Практически Весь Он Забит Войсками Так Что Черт Поделит Лагает Реплей Так Что Даже Если Мецгер Построится На фланге Он Его Просто Задавит Да И К тому же Если Учесть Что Фейскрэк Занял Весь Левый Фланг Не Нужно Быть Особо Умным Чтобы Понять Что Ваш Противник Где-то На Правом Фланге Построился Так Что Он Быстро Найдет Врага Ух Ты Но Нежданчик От Мецгера Слил Масло И Слил Ему Всю Армию Фейскрэк Сейчас Наверное Тихо Ругается Это Просто Пипец Столько Орков Там Погибло Их Семь Сейчас Жалеют Что Отпустили Их С этими Сраными Призывателями Почему-то Замороженная Земля Вызывается Но Она Не Дебафает Крепость Она Только Солдат Дебафает Так что Нет Никакого Смысла Ее Здесь Юзать Но Все Призываются Костоломы Кстати Всадники Довольно Таки Большой Урон Наносят Но Правда Если Бы У них Был Капитан И Был Б Взят Как-то Я забыл Как это Называется Короче Был бы Выбран В общем Зафрагор То они Намного Больше Урона Бывали По Крепости Но В любом Случа Крепость Падает Давайте Посмотрим Где Последнее Здание У Медзгера А он Решил Попытаться Трибушетами Затащить Но Опять же Если бы Этот матч Как-то По-другому Проходил Если бы Фланг Левый Был Занят Медзгером Матч Маленький Маленький Шанс Но Был бы Но Из-за Того Что Фейскрек Сразу Понимает Где Заныканы Здания То Шансов Тут Нет Поэтому Мы Проматываем И Видим Поражение Медзгера Медзгера Ну Что ж Третий Реплей На сегодня Неймлесс Против Фейскрека Снова Броды Неймлесс Играет за Ангмар Фейскрек Играет за Железные Холмы Старт С Повозки Здесь У нас Старт С Казармы Сразу Ж Убежали Копейщики Ну Короче Понятно Что Оба Игрока Выбирали Фракции Неймлесс Понимает Что К нему Приедет Повозка Но Я бы На его Месте Стартанул Б С Волков Во-первых Волки В состоянии Закрипить Два отряда Волков В состоянии Закрипить Дикарей Во-вторых Волки Вообще Не боятся Повозку Ну и В-третьих В-третьих Я не придумал Ну то есть Если вы знаете Что ваш Противник Будет Использовать Повозку Для криппинга То Лучше Ее просто Законтролить Чем так Потому что Вот в такой вот ситуации У файскрека Еще есть возможность Попытаться Подкрысить Рабочих Неймлесса Конечно Неймлесс Хорошо контролит И Наверняка Он успеет Поставить Стенную башенку Но Есть еще Такая возможность Что у него На тот момент Не будет денег Потому что Это Начальный этап Игры И Все деньги Тратятся На здание Повозка Проезжает Но Походу Тактика Не удалась Хоть Неймлесс И не смог Законтролить Повозку Но она Себя не Окупила И Файскрек Сейчас Проигрывает По деньгам Посмотрим У него 5 ферм А Нет Нет Он тоже Не дурак Он Снес Мастерскую Таким образом Повозка Себя Окупила Но В любом Случа Делек Казарм Сейчас От Неймлесса Он Заспамит Своего Противника А У Файскрека Пока что Лишь Один Отряд Который Кстати Справится С Копейщиками В легкую Но Они Не будут Сражаться Рискует Призыватель Сейчас Погибнуть Неймлесса Не замечает Пока что Этого Но Копейщик Погибает Призыватель Продолжает Жить Сюда Здесь Да Неймлесс Контролит Своими Копейщиками Чтобы Они Не сражались И чтобы Прикрывали Метателей Но В любом Случа Из этой Стычки Фейскрек Вышел Победителем В плане Потери Войск Но Неймлесс Забрал Деньги Он Забрал Один Случок Здесь Он Забрал 500 Копеек Здесь И еще 400 Копеек Здесь Так что В этом плане Он Лидирует И теперь Он Двинулся На Правый Фланг Который Сейчас Уже Мог Быть Зачищен Фейскреком Вот В этом То Его Ошибка Построился Халдар Еще Два Отряда И Вижу Что Неймлесс Нацелился Прям На Все Крепы На Карте Гномы Выступают К дикарям Медленно Медленно Это Время Халдар Практически Второй Уровень Получает Ну Кстати Здесь В принципе Фейскрек Должен Забрать Дикарей Он Может Давить Повозкой Но Пока Что Не Пользуется Этим И На МСу Следует Отступить Он Ничего Не Получит Только Потеряет Эти Огрызки Но На Общем Фоне Эти Огрызки Все Таки Дают Ему Преимущество Перед Противником Большая Пачка Ангмарцев Под Предводительством Халдара Пушит Центр Это Будет Минус Отряд Арбалетчиков Вряд ли Тут Фейскрек Что-то Сделает Ему Нужно Просто Подвести Свои Войска И В это Время Неймлесс Продолжает Крипить Дикарей Таким Образом Он Забирает И две Фермы И 500 Копеек И Теперь Начинает Прям Уж Сильно Лидировать Дальше Идет Зачистка Экономики Уже Четвертый Уровень Халдар Накопил Немножко Арбалетчиков Приходит Со стороны Фейскрека И Неймлесс Отступает У него Еще 2000 В кармане Здесь Волки Заказываются Вот так-то По армии Ничего Такого У него Нет Но Тем не менее Он Слабыми Войсками Умудряется Еще одну Ферму Забрать Отвлечение Идет Здесь Войск У Фейскрека Появился Драр Не самый лучший Выбор Героя Но тем не менее Он довольно таки Внушительный урон Может наносить По вражеским Героям Особенно Если Врубит Первый Скилл Драуглин Вышел Мы только что Его услышали Еще Чутка Призыватели Давайте теперь Посмотрим на Фейскрека У него Где-то 60% Предела Забито Плюс Хилка И довольно таки Много денег Я бы на его месте Вышел бы В Дайна Довольно таки Много Мобильных войск У Неймлесса Есть А основная Армия Слабая Даже Несмотря на Большие Потери Фейскрек Все еще Может нормально Сражаться У него Много Экономики И неплохая Армия Он кстати Потратил Деньги Да Он строит Дайна Можно Загрейдить Казарму Чтобы был Выход Всадников И вместе С Дайном Бегать Качать Его Он Довольно таки Неплохой Герой К тому же Он Сразу же Первым Скиллом Может Дать Им Приятный Такой Баф На урон Чтобы Быстрее Здание Сносить Просто Огромная Пачка Ангмарцев Пушит А здесь Получается Да Здесь Большинство Арбалетчиков В итоге Они Оказываются В окружении Но Почему-то Неймлесс Отступает Он им Довольно таки Сокрушительный Урон Наносил Но в итоге Из-за того Что шахта Слита Они Вынуждены Будут Потратить Много Времени Чтобы Высадиться Здесь И в это Время Неймлесс Разбирается С этими Войсками Большая Пачка В центре Идет Призываются Маги Кстати Арбалетчики Могут Их Зафокусить Но Их Так Мало Осталось Что Я Сомневаюсь Что Они Будут Это Делать Искрек Наверняка Пытается Отступить Но Да Ему Это Не Удастся Всадники Их Загрызают Построился Дайн Ну Фейскаряку Придет Конец У него Остается Мало Денег Экономика Уже Не Такая Внушительная С другой же Стороны У Неймлесс Весь Предел Практически Забит И Максимальный Предел 850 Походу Один Маг А Нет Жив Жив Да Маги Разбирают Гномов Кажись Додрар Одного Зафокусил Мага Можно Убить Второго У них Броня Практически Не защищает От стрел То есть Их Можно Даже Обычными Лучниками Быстро Убивать Но Фейскрек Не замечает Второго И он Продолжает Наносить Большой Урон По Гномам Построился Мурин Кстати Если вы Играете За Железные Холмы Против Ангмара Мой вам Совет Выходить Первым Героем В Мурину За Другие Точнее В других Матчапах Против Других Фракций Как вариант Можно Играть В Торина Третьего Первым Героем Или же В Дайна Или же В Нарина Ну Некоторые Играют В Драра Но я Если честно Не фанат Такой Тактики Хотя Это тоже Работает В принципе Он Беспаливный И его Все считают За слабого Героя И в итоге Игнорируют Хотя Это не так Он довольно Таки Неплохой Урон Вносит Вливает Вот Но именно В этом В этом матче Нужен Мурин Который Может Законтрить Халдера Халдара Черт подери Халдара Постоянно Их путаем Вот Но в любом Случае Матч Закончен Фейскрек Проигрывает Наверное Стоит указать На ошибки Если кто-то Пропустил Важные моменты Во-первых Неправильный Криппинг Во-вторых Проблема Фейскрека Была еще в том Что он Всю армию Вводил Одной кучкой Не нападал И особо Не пользовался Шахтами Даже когда Он Просрал Криппинг Он все-таки Мог бы отбиться Если бы Аккуратно Использовал Свои отряды То есть Несколько отрядов Высадить С одного фланга Несколько С другого И таким образом Отбивать Нападение Неймлесса Которые были Слабыми Армиями То есть Армия Неймлесса Была намного Слабее Чем армия Фейскрека Только вот в конце Когда он уже Когда Неймлесс Умудрился настроить Весь предел Тогда у него Армия стала Сильнее Вот такие Мои размышления Всем спасибо За внимание До встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok